Для плетения нам понадобится не только обычный инструмент, типа лопаточки для маникюра, но и вот такая вот петля. Это у меня проволочка, просто я обмотана скотчем. Можно использовать шпильку. Для начала нам нужно сделать такой пучок, вот примерно вот такой, тоньше, чем карандаш. Затем нужны будут две полосочки. Одну из них мы располагаем в эту сторону. Для того, чтобы потом ее использовать для захвата. Некоторые, кстати, это не делают, но мне кажется, с этой штучкой удобнее. И вот этим вторым листом обматываем очень-очень плотно. Мотаем снахлёстом. Когда первый лист закончился, берем второй, так, смотрите, фиксируем его. Продолжаем мотать. Вот тут важный момент. Примерно на 3 сантиметра от начала, ну вот, даже вот здесь лучше задать сразу небольшой изгиб, 3 сантиметра. И нужно делать загибочку. Вот таким образом. Теперь наша задача соединить вот эти две полосы, чтобы между ними не было отверстия. Это можно сделать, например, вот так. Приложить лист, промотать, завести сюда и продолжить наматывать. Следующий лист положили под низ. А вот теперь, внимание, вот этот лист. Все, мы замкнули кольцо. Теперь у нас готово первое кольцо, овальное. Оно задаст уже форму всему изделию. Будем работать сейчас из центра. Что мы делаем? Лопаточкой проводим внутрь, выводим сюда и смотаем дальше. Вот именно для этих углов этот инструмент не заменим. провернули. Следующий опять же отсюда. Вот. Протянули. Вот. и дальше продолжаем уже из отсюда. Важно понять, что вот когда закончился первый и второй ряд, то третий ряд мы будем брать не из середины, а уже из-под второго ряда. Вот отсюда. Дальше уже будет продолжаться все ряд за рядом. Вот. Видите? Не отсюда. Берем не из центра, а уже из-под второго ряда. Вот наше плетение дошло уже до того размера, когда уже можно делать бортики. вот до сих пор. Если плести его дальше, то можно сделать аварийную салфетку. Использовать как плейсмат на столе для тервировки. Но в нашем случае можно сделать еще и высокие бортики. Тогда у нас будет корзинка выше или ниже, как уже вам нужно будет. Но главное сейчас перейти на другую плоскость. Вот с этой плоскости повернуть к этой плоскости. Вот. Обращаю внимание на этот переход. Чтобы начать плести бортик, нам нужно вот эту вот эту часть начать заводить вверх. Вот так вот под 90 градусов. То есть не вот так не в этой же плоскости, а меняем плоскость вот на такое. Важный момент, откуда именно начинать плести бортик. Хочу показать, что вот прошел виток и вот начался второй ряд. И вот соответственно примерно где-то вот здесь желательно начинать уже подъем бортика. а потом примерно здесь и здесь у нас будет крепление ручек. И таким образом можно будет замаскировать сами вот эти переходы. вот первый виток и вот начало второго ряда. Вот примерно здесь мы начинали подъем. Вот выводился ряд вверх вверх. И теперь примерно здесь же мы будем делать крепление нашего конца. вверх. И вот здесь на определенном этапе начинаем обматывать прям под предыдущий ряд. таким образом заканчиваем. Сейчас кончик я уберу в сторону все. Вот такая овальная корзинка у нас получилась. Я сделала ее достаточно невысокой. Но для подачи хлеба этого достаточно. И теперь встал вопрос с ручками. Можно конечно сделать из этого же материала такие округлые ручки. Сегодня у меня другой план. Я хочу сделать такие декоративные достаточно ручки из природного материала. Это веточки тополя. Я собрала их еще летом. Коры на них нет. Подбираем достаточно длинную и широкую полосочку примерно на середине ее сгибаем. И мы будем крепить ее в этот край при помощи клея. Слегка скручиваем примерно на полсантиметра жгут и прикладываем к нужному месту. Разделяем на две стороны и соответственно эту переведем в ту сторону а ту полосочку выведем сюда. Дальше перекидываем через вот этот жгутик. Раз. Вытягиваем в другую сторону и эту сторону опять же перекидываем и вытягиваем в противоположную сторону. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ Вот такие штучки можно купить в интернет-магазинах или сделать самостоятельно из кожи. Вот такое изделие у нас по итогу получилось, но вполне практично. Я его буду удобно брать за ручки. Сюда мы подстелим салфеточку и будем выкладывать хлеб, булочки для подачи на стол. Субтитры подогнал «Симон»!